В течение следующего часа я вам предложу взглянуть на тест Dreamed Development по несколько новому году. Этот доклад будет больше о управлении разработкой, чем о самом ходе. Поэтому у меня организаторы попросили показать вам еще раз картинку смузи. Здесь не будет примеров кода, мы не будем вайвкодинг делать, ничего не будем отлаживать. Будут только трактные размышления и в конце немного покажу графика и немного оценки. Поэтому у вас есть сейчас первый шанс поменять оригинал. Я разработчик, я программист, я сам пишу от Java. Спасибо всем, кто остался. Я думаю, язык программирования для Dreamed Development большой роли не играет. При этом мы будем обсуждать абстрактно, подходы к этой методологии. Я есть на eFabu. Кто меня там еще не видел, может меня заполовить. Я несколько библиотек на Java написал, не сам, но с коллегами. И я автор нескольких книг про объектно-ориентированную программу. Но сегодня будет не про OOP, если он будет просидеть. Актоматизированные тесты, зачем они нужны, почему это хорошо и почему у многих книг не получается. Затем вот EDD, как это рекомендует литература, как по книгам это нужно делать и опять же, почему это не получается. И в третьей части я покажу, что именно получается. Примеру свой пример, покажу, как у нас это получается и что получается. Предложу вам делать так же, возможно вам это подойдет. Общий суммарный итог доклада, сейчас вам расскажу, чтобы дальше было понятно. Вот к этому примите. Я считаю, что EDD не работает так, как в написанных книгах, но работает хорошо, если применять его только в области бактерии. Вот это моя основная задача. Я тут хотел еще раз поставить слайд. в том числе и экзит. В общем, кому понятно и кто очевидно понимает это, тот, наверное, может все остальное слушать. Пока. Итак, автоматизированные тесты. Первая часть рекламы. Автоматизированные тесты, они существовали до много, до долга, до TTT. Совершенно две не связанные территории. Автоматизированные тесты и TTT. Потом такое, что такое автоматизированные тесты. Представим, что мы разрабатываем продукт, некий калькулятор, который должен считать. Мы его пишем, у нас есть некий тестер, который тестер, какой-то человек, который этот регулятор проверяет на предмет того, что он работает. Он с ним выполняет какие-то манипуляции и убеждается в том, что этот продукт работает и все его функции работают. Зачастую вместо тестера работает программист. Зачастую это мы сами проверяем наш продукт на предмет того, что он выполняет все эти функции, которые должен выполнять. Делать это вручную тяжело по многим причинам. Это занимает время, это занимает время повторно. Мы должны делать это еще раз и еще раз. Мы делаем одни и те же операции много раз. Естественно, что эффективность нашей работы падает. Поэтому мы заменяем программиста тестерами. Наоборот, мы заменяем тестерами. То есть мы пишем автоматизированный тест. Мы пишем новый калькулятор. Новый блок программный, новый софт, который тестирует наш софт. Пусть у нас есть кусок софта, который мы писали, который мы отдаем клиенту. Мы пишем новый кусок софта, который специально написан для того, чтобы наш первый блок кода тестировать. Вот такая идея автоматизированный тест. Я думаю, она многим должна понять, а на самом деле нет. Вот так это выглядит. Мы пишем фактически два продукта. Мы задаем два блока кода. И зачастую бывает так, что этот блок кода, второй национальный тест, не менее чем первый. То есть сам калькулятор небольшой, а тот кусок, который мы написали для его тестирования, он может быть значительно больше. Это было придумано много-много лет назад. У многих это не получается. Есть ряд excuses, ряд оправданий, почему это не получается. Во многих командах я слышу это часто. Я слышу это от программистов, которые со мной работают. Я слышу это от людей, которые со мной общаются. У нас нет времени. Это первое объяснение. У нас нет времени писать эти тесты. Мы написали калькулятор и дай бог, чтобы мы хотя бы этот калькулятор отдали клиенту. У нас просто нет времени писать эти тесты. Второе оправдание. У нас нет денег. Нам за это не платят. Нам заказчик не платит за то, чтобы мы писали тесты. Нам платят за написание кода. Поэтому будет бюджет, напишем тесты. Пока бюджета нет. Ну и третье такое, чуть более сложное, это у нас их никогда не было. У нас никогда не было тестов исторических, мы никогда их не писали, поэтому у нас огромный кусок кода сейчас есть, который работает, и который, в общем-то, идет в продажу или в продакшн. И мы никогда, мы не сможем для него никакие тесты написать, потому что, ну, не сможем исторически. Вот у нас будет новый проект, и вот в нем мы напишем эти тесты, в нем все будет хорошо. Может быть, оправданий может быть еще больше, но это вот три типовые категории, которых я часто слышу. Я думаю, что, я даже написал статью об этом в прошлом году, я думаю, что реальное оправдание не в этом, реальная причина в том, что просто люди не умеют это делать. То есть дело не в деньгах, дело не во времени, дело не в том, что исторически так сложилось, а люди просто не знают, как это делать, не знают, как написать этот второй калькулятор. Первый, они написать как-то сумели, как написать второй, как сделать так, чтобы один другого тестировал, они просто не умеют. То есть у меня даже статья на блоге, вот линк на нее, она называется «Дураки не пишут юнит-тесты». То есть действительно юнит-тесты пишут не те, у кого нет денег, не те, у кого нет времени, а те, кто просто не умеет. Я так это понимаю, сейчас объясню почему. Вот смотрите, такая картинка. Эта картинка иллюстрирует подход к тестам, как мне кажется, наиболее правильная метафора. Вот эти ребята, они тренируются выполнять какие-то свои трюки, допустим, это гимнасты. Они протянули под собой эту сетку, которая спасет их в случае, если они сорвутся с этого турника. Вот автоматизированные тесты, они аналогичны этой сети безопасности, safety net. То есть юнит-тест или интегрейшн-тест, или просто автоматизированный тест, который вы пишете для своего калькулятора, для своего софта, он аналогичен по функционалу, по идее, по философии этой сети поддержки, этой сети безопасности, которую натягивают гимнасты, выполняя свои трюки и тренируя их. Зачем им нужна эта сетка? Зачем она для них существует? Она в первую очередь страхует их от ошибок. Если он сорвется, если он упадет, то он, соответственно, не разобьется, потому что там будет сетка. Но это не единственное, что дает этому сеть. Эта сеть дает ему, безусловно, через безопасность, она помогает ему лучше и быстрее достигать своих результатов. То есть у него и качество его трюков повышается, если эта сетка есть, и скорость их тренировки повышается, и комфорт их отработки повышается. То есть у него вся его работа, которая связана как у нас с программированием, так у него с тренировкой этих сальто и пируэтов, она становится проще, она становится быстрее, она становится эффективнее. Трудно себе представить гимнаста, который бы сказал, у меня нет времени, поэтому я не натянул эту сеть, и теперь я отрабатываю без сети. Ну было бы время, я бы натянул, но так как у нас мы не успели, мы без нее тренируемся. И уже много лет. Ну нелогично было бы, да, то есть он только дольше это все будет занимать, не будет без сети. Ему необходимо найти это время для того, чтобы натянуть эту сеть, потому что он без нее просто работа будет, на самом деле он потеряет больше времени, если ее не натянет. То есть такое объяснение будет непонятным для нас, если гимнаст так скажет, потому что она для него является инструментом достижения его результата, и без этого инструмента ему просто будет значительно тяжелее. Конечно, он может крутить это сальто без сети, но он будет больше внимания обращать на безопасность, он будет больше бояться ошибок, он будет тренироваться дольше, он будет все время опасаться ошибки, опасаться факта того, что он сорвется и, соответственно, повредит что-то, и тогда тренировка вообще затянется. То есть он может достичь результата без сети поддержки, там можно поставить других гимнастов, они будут его ловить, они будут там из продакшена фиксить баги после того, как он их туда задеплойл, ну много будет чего они будут делать и помогать ему. Конечно, это возможно, но в итоге они будут все вместе тренироваться дольше, чем если бы они просто натянули эту сетку. Иногда они не могут ее натянуть, они не умеют, да, тогда они тренируются без сети. Или, например, второй пример, это люди, которые в строительстве тоже эта сетка используются, они строят высотное здание, и для того, чтобы не ронять туда инструменты, для того, чтобы не падать самим, они натягивают вокруг здания такие сетки, вы, наверное, их видели. Когда новое здание строится, высотное, оно часто обтянуто такими зелеными, желтыми сетками безопасности. Вот эту фотографию я нашел в интернете от одной фирмы, которая производит эти даже сетки безопасности. Здесь тоже было бы странно представить, если бы нам сказали, вот мы построим дом за такую сумму, а если вы хотите, чтобы мы его построили с сетками безопасности, это будет дороже для заказчика. Такой странный аргумент был бы, заказчик бы странно на это пререгировал, сами бы строители так не сказали. То есть они не могут построить дом без сетей безопасности, для них будет дороже без сетей, а не дешевле. А программисты почему-то говорят наоборот, программисты говорят, нам будет без юнит-тестов, это такая стоимость проекта, а с юнит-тестами это там на 20% дороже. Представьте, строители бы сказали так, без сетей безопасности дом будет стоить миллион долларов, а если мы будем безопасность делать, то миллион двести. Так невозможно. А почему у программистов так возможно? Я думаю, что этот юнит-тест и автоматизированные тесты являются инструментарием, который необходим программисту для разработки, для того, чтобы его разработка была эффективнее. Если он не умеет этим инструментарием пользоваться, значит, он просто им не умеет пользоваться и не умеет сделать свою разработку эффективнее. Вот так я думаю. Еще немножко одну аллегорию покажу, донести до вас эту мысль. Вот это, допустим, разработчик. Это продукт. Да, он красный, потому что он должен быть красным, потому что он делает много багов. Это продукт, который он разрабатывает. А это несчастный юзер, который получает этот продукт. Да, я разные здесь использовал джендеры, для того, чтобы как-то перемешать. Это тестер у меня был девочкой, теперь наоборот. Значит, и он этот вот девелопер, который красного цвета, он делает много багов, естественно, потому что любой девелопер, он помимо кода, он создает еще и баги. И эти баги попадают непосредственно на несчастного юзера. Напрямую. Мы создаем калькулятор, этот калькулятор 2 плюс 2 выдает 5, мы этот калькулятор отдаем пользователю, пользователь нажимает, получает 5 и приходит в замешательство и недоволен, сильно недоволен тем, что на него упал инструмент, например, при простройке дома. Или дом строили, а строитель взял, упал и умер. То есть это баги, такие же, как у строителей, такие же и у нас. Мы допускаем ошибки, мы, естественно, их допускаем, как гимнасты, которые крутят сальто, потом срываются и падают. Эти баги попадают напрямую на юзера. Здесь нет никакой сети безопасности. Тесты, которые мы поставим, они фактически и будут той сетью безопасности, которую мы создадим для того, чтобы баги не прорывались на юзера. И создав такую сеть безопасности, мы фактически создаем вокруг себя, вокруг нас, разработчиков, некую такую милитаризованную зону, то есть зону опасности, в которой мы можем делать то, что мы хотим. Мы можем свободно программировать, свободно тренировать свои сальто и пируэты. Мы можем свободно экспериментировать, пробовать, внедрять новые фичи, исправлять что-то, не боясь, что мы сорвемся, и наша ошибка попадет на клиента. То есть тесты создают вокруг нас такую зону опасности, которая изолирована от пользователей. В этом их философия, в этом идея тестов. Если мы работаем без такой зоны безопасности, то мы работаем как те строители без сети безопасности или гимнасты без поддержки. Вот и все. То есть неумение создать это, то есть она супер необходима. Без нее просто медленнее, без нее дороже. Без юнитестов дороже, без юнитестов медленнее. Ну, юнитестов автоматизированных тестов. С ними лучше. Поэтому единственная причина, почему у людей их нет, потому что они не могут их сделать, не знают как, потому что действительно это не так просто зачастую. Мы не будем обсуждать, как их делать сегодня. Это тема совершенно другого обсуждения. Хочу просто донести философию, ту философию, у которой у многих отсутствует, на мой взгляд. Люди считают, что юнитесты это что-то дополнительное. Это не так. Я считаю, что тесты это и есть код. То есть и тесты, и код это все вместе единый продукт. То есть создавая код без тестов, вы как тот гимнаст работаете без сети поддержки. Код, который создан вместе с тестами, который шипится вместе с тестами, который живет вместе с тестами, который постоянно растет вместе с тестами, Это код, который легче понимать, это код, который легче изменять, это код, который легче поддерживать, развивать и так далее. Это дешевле код. То есть код с тестами дешевле, чем код без тестов. Поэтому разработка с тестами должна стоить меньше, чем разработка без юнит-тестов. То есть вот так это выглядит. Продуктом является не один калькулятор, а два. То есть наш продукт, который мы создаем для клиента, это два блока кода, два блока софта, и продукт сам по себе, и тесты, они идут вместе. Поэтому такая сумма, итог такой, что это заканчивая первую часть доклада, что мы не пишем юнит-тесты, потому что мы просто не знаем, как. Надо учиться. Единственная вещь, которую я хочу сказать, в каком случае юнит-тесты на самом деле являются проблемой, а не достоинством, в каком случае они мешают, они помогают, это когда в них используются всякие антипаттерны. Существует большое количество антипаттернов юнит-тестирования, которые вы можете погуглить, я их даже не буду перечислять, их 30 как минимум вы найдете при первом же поиске в гугле. Наберите в гугле юнит-тестинг антипаттернс, и вы увидите, что там много-много мыслей о том, как неправильно делать тесты. То есть эту сеть безопасности можно натянуть неправильно, можно сделать так, что в ней вы в итоге запутаетесь, или в ней будут большие дыры, а вы будете думать, что она безопасна. Вы будете думать, что можно крутить сальто вот здесь, а потом в итоге вы сорветесь и пролетите сквозь эту сеть. Или наоборот, вы будете крутить сальто, но сеть будет так близко к вам, что вы в ней запутаетесь. Ну я такие аллегории привожу. На самом деле так и есть, на самом деле эти юнит-тесты антипаттерны, их очень много, и часто люди допускают эти ошибки, кто впервые сталкивается с тестированием автоматизированным, либо кто просто не обращает на это внимания. Поэтому юнит-тесты могут быть проблемами, но есть и только вот в этом одном случае, если вы будете эти антипаттерны использовать. Поэтому я советую про это дело почитать и сделать выводы, что не стоит делать. Но в остальном, если этих антипаттернов у вас немного, если вы используете юнит-тесты, то ваша разработка становится дешевле, быстрее и качественнее. Не дороже, не дольше, а быстрее. То же самое еще один, с чем можно сравнить юнит-тесты, например, с использованием IDE. То есть вы инструментарий разработки. Вы можете в текстовом редакторе писать свой код, вы можете просто plain-text редактировать, а потом компилировать из командной строки, как это делали 20 лет назад. Но при этом кто-то достигает высокой скорости разработки при этом. Да, но это суперлюди, они не придут на смузи-доклад, наверное. То есть я не думаю, что это люди действительно эффективные. Я думаю, что эта работа крайне стрессовая, и так работать тяжело. Поэтому придумали IDE, придумали этот инструментарий. И можно было бы сказать, нет, я разрабатываю без IDE, потому что у меня нет денег на него, или потому что сейчас пока нет времени его установить. Поэтому я в текстовом редакторе. Такое же странное объяснение. Ты просто не умеешь им пользоваться, поэтому ты разрабатываешь в текстовом редакторе. Вот и все. Так же точно с юнитестами. Это инструмент, это тот молоток или та пила, которую необходимо использовать. Заканчиваем первую часть. Кто из вас пишет автоматизированный тест? А, значит я это все зря рассказывал, да? Не зря, да? То есть какая-то мысль осталась. Хорошо, теперь переходим ко второй части, которая называется test-driven development. Test-driven development это что-то совершенно параллельное, ортогональное, перпендикулярное. То есть автоматизированные тесты это хорошо, TDD это нечто другое. TDD предлагает, TDD было предложено вот в этой книге, это было 15 лет назад. Наверное читали эту книгу. А? Да, обложка была другая, точно. Это третье издание, обложка была другая, книжка такая тоненькая, мягкая была, да. Кент Бек предложил эту идею. Я не уверен, что он был прям основателем этой идеи, но вроде пишут, что он. То есть сам термин был, по-моему, предложен именно им. Идея выглядит так. Сначала мы пишем тест, сначала мы создаем калькулятор, который слева, потом мы его запускаем. Он не работает, естественно, потому что нет никакого калькулятора справа. А потом мы пишем калькулятор справа. То есть разработка выглядит как бы с ног на голову. Мы переворачиваем с ног на голову. Вместо того, чтобы сначала написать тот калькулятор, который умеет делать 2 плюс 2, а потом его руками протестировать, а потом подумать, стоп. Наверное, мы можем сделать это автоматически. Давайте напишем для этого тест, и написать тест, и запустить, как я до этого показывал. Мы делаем все с точностью наоборот. Мы сначала напишем калькулятор, который скажет нам, не работает, не работает, ничего не считается, у меня его вообще нет. А потом мы напишем то, что удовлетворит его требования. Идея хорошая, идея, наверное, хорошая. Выглядит это в коде так. Это единственный слайд с кодом, я попытался написать на C-шарпе. Это, наверное, такой код, который мы сначала напишем. Мы создаем объект класса калькулятор, потом мы вызываем C.plus. Все, перепутал я. А я посмотрел где-то на Stack Overflow, нашел без скобочек. Не прокатит, да? Все, значит, я сделал ошибку. Я вас предупреждал. Ну, а потом мы пишем, собственно, сам калькулятор. А здесь не ошибся? Тоже ошибся. Но без паблика не будет работать? Не будет, да? Да, считаем, что это псевдокод. Значит, сначала мы написали калькулятор, написали тест, который, естественно, даже не скомпилировался, потому что не было этого класса. Мы его даже не смогли запустить. Ну, допустим, мы бы написали какую-то заглушку, которая не возвращает ничего, там ретур не работает. Он бы скомпилировался, потом бы мы запустили, там был бы какой-то exception. И потом, в конце концов, мы бы написали этот ретурн A плюс B, и в итоге бы этот тест стал бы зеленым. То есть сначала мы запускаем тест. Я думаю, с этой концепцией все знакомы, с этой идеей, которая вот так это должна разрабатываться. То есть фактически у нас есть конкуренция между тест-ферст концепцией, сначала тесты, так это называется, тест-ферст, и код-ферст. То есть что идет первым? Либо тесты первыми идут, либо коды первыми. Есть два мнения. На этот счет, на самом деле, не я один про это говорю. Несколько лет назад было целый такой дебат в интернете между разными авторами. Вот такой, вы, наверное, знаете, кто это, автор, известный программист в Ruby, автор фреймворка Ruby on Rails. Вот он сказал так, я попытался на русский перевести этот текст, он сказал, что он прям так категорически высказался про эту идею тесты сначала. Он сказал, что она ineffective, self-loathing, unrealistic, и сравнил это с… В общем, он совершенно категорично на этот счет. Он считает, что это работать не может. Работать не может, никак, вот ссылка на его статью, это прям квоут с его блога. Да, он как бы известный программист, он написал немало кода и очень-очень популярен в Ruby среде, так точно. Это одно мнение насчет test-driven development, которое я, в общем-то, разделяю. Может быть, не так категорично, но я думаю, что в этом есть смысл, потому что ни у кого не получается это. Я не знаю реальных проектов, в которых бы test-driven development работал, как написано в книге. То есть не знаю так, чтобы люди действительно создавали тест без калькулятора. То есть у них нет еще кода, а они уже пишут тесты, и потом эти тесты запускаются. Если только это не какой-то академический пример. То есть если это какой-то семинар, на котором мы учим test-driven development, тогда да. Тогда люди пишут там кусочек кода калькулятора, потом калькулятор, потом это все собирают вместе. Но это все примеры. Если это реальный production enterprise код какой-то, в котором десятки тысяч строк кода, ну невозможно себе представить, чтобы это так выглядело. Однако, есть второе мнение. По следам этих статей были написаны статьи Роберта Мартина. Я думаю, вы тоже знаете, кто это. Это автор, да, автор концепции, автор книги Clean Code, автор Solid принципов. Он считает совершенно наоборот, с точки зрения наоборот. Он считает, что TDD должен стать вообще на ранг закона, что ли. То есть мы должны прямо требовать от всех программистов использовать TDD. Кто прав? За кем правда? Кто? В какую сторону нам? Я тоже с этим согласен. Я и с тем мнением согласен, и с этим согласен. Сейчас я вам покажу, как их можно комбинировать. Потому что действительно TDD не работает, как написано в книге. Но если мы не будем писать тесты, и если в определенных местах, я покажу, в каких мы не будем делать сначала тест, а потом код, то нам будет неудобно, и действительно мы будем создавать плохой код. То есть я считаю, что TDD может и должен быть применен, но по-другому, не так, как это говорит книга. Поэтому то, что говорил Дэвид до этого, то, с чем он был не согласен вот здесь, я думаю, что он совершенно правильно не согласен с книжным подходом. То, что говорит здесь Роберт Мартин, то, наверное, он имеет в виду подход более практический. Какой не описано, но у него я не нашел. Давайте я попробую покажу, чего я… То есть мой поинт, я завершаю вторую часть, это то, что это сложно. Просто сложно. Реально сложно писать тесты сначала, а код потом. Возможно, это можно, если очень сильно стараться, но ни у кого нет на это времени. Это трудно, и это impossible. Вот так. Это просто невозможно. Такой у меня клейм. Вопрос к вам. Пишите ли вы тесты сначала? Раз, два, три, четыре. Ну, десяток человек. Десяток человек. Не всегда, иногда. Хорошо. Может быть, вы делаете то, что я сейчас покажу, и это называете тесты сначала. Но видите, какое количество людей пишет автоматизированные тесты и как мало из них пишет TDD. Третья часть. Собственно, то, что я хотел сказать. Upside down. Давайте попробую показать, как я использую TDD, и как оно работает, и мне кажется, оно так должно работать у всех. Значит, несколько шагов. Тут сейчас будет такая диаграмма. Сначала я… Как у меня все это происходит? У меня реально в моих проектах, вот когда я пишу код на Java. Сначала я стартую проект, или стартую проект, или какую-то новую фичу создаю. То есть у меня передо мной стоит какая-то задача создать какой-то серьезный блок функциональности, и я должен с него создать. Сначала я это пишу без всяких тестов. Я пишу код first. То есть я пишу код, как он мне понятен, как он должен работать. Вот функционал… Воплощаю функционал в жизнь. Он должен работать на моей машине. Я пишу, я не задумываюсь о безопасности, я не задумываюсь о том, чтобы что-то там упадет на пол и разобьется. То есть никакой у меня нет сети безопасности совершенно. Я просто создаю код, который, как мне кажется, должен быть. В нем большое количество багов, безусловно. Он весь полон багов. Я его просто пишу, набиваю, набиваю, собираю большой блок кода. Он работает на моей машине. Я как-то его как тестер запускаю, собираю, и он как-то у меня оживает. При этом тесты мне практически не нужны, потому что я в основном его собираю целиком, и у меня такой один большой интеграционный, как бы интеграционная сборка. Я его… он у меня весь собирается в какой-то интеграционный такой пакет. Как-то я его пытаюсь, может быть, запустить у себя локально, если получается. Но это не суть важно. Мне главное, чтобы он как-то собрался и стал выглядеть, как что-то такое работающее. При этом тесты не супер важны, потому что мне некого бояться, мне все создается с нуля. Код пишется новый, и поэтому я его не тестирую. Такой первый шаг. Потом я его выкладываю куда-то на продакшн. Ну, я в основном работаю с веб-проектами, поэтому я его собираю, и какой-то происходит деплой на веб-платформе. Он появляется в вебе, он становится функциональным продуктом в вебе. На него можно понажимать. Я его деплой и отдаю его каким-то пользователям. Это могу быть я сам, если продукт я делаю для себя, какой-то там небольшой проект. Либо отдаю каким-то реальным, ну, если это проект за деньги, то, наверное, тестером. Если это проект какой-то open source, то я его отдаю просто в комьюнити и смотрю на реакцию. Ее начинают пользовать люди. Либо тестеры тестировать, либо программисты пробовать, либо, может быть, вообще конечные пользователи с ним начинают работать. Они начинают его ломать. Естественно, это их первая естественная реакция. Продукт будет ломаться. Он будет ломаться во многих местах. Он не ломался у меня на локальном, на моем лаптопе, но он будет ломаться у них. Это естественно, потому что другая среда, другие условия. Они будут вводить другие данные. Будет возникать большое количество ошибок. Они его ломают, и это то, чего я от них жду. Я жду, что они его будут ломать и мне присылать баги. То есть они будут присылать мне баги, и эти баги будут регистрироваться у меня в какой-то системе баг-трекинга. И следующим шагом после того, как я получаю этот баг себе из баг-трекинга, я делаю test first. Если до этого у меня был code first вот здесь слева, то справа я делаю test first. Получив баг от пользователя, получив баг в баг-трекинг-системе, я пытаюсь посмотреть, где моя сеть безопасности имеет дырку. Потому что если мне пользователь прислал баг, это значит, что что-то через эту сеть пролетело. Это значит, что проблема не в моем коде, который сверху, а в сети, которая должна его страховать. И если мне пользователь присылает, что 2 плюс 2-то работает, но 2 плюс 3-то не работает, 2 плюс 2 возвращает 4, но 2 плюс 3 тоже 4 возвращает. И 2 плюс 8 тоже 4. Это баг. То есть я думал, что 2 плюс 2 достаточно, я просто ретурн 4 делал всегда и тестировал только с двумя цифрами. И у меня все отлично работало на моей машине. Я это задеплоил, а они вдруг стали вводить другие цифры, а не 2 плюс 2, как я им порекомендовал. Соответственно, это баг. Виноват кто? Мой код, который делает ретурн 4 всегда? Или все-таки отсутствие теста, который не сделал 4, 3, 2, 8, то есть не подставил разные цифры? Виновата сеть, а не код. То есть я сначала обвиняю сеть безопасности. Я говорю, как же ты не поймала эту проблему? Она же очевидна. То есть как так получилось, что сквозь тебя пролетела такая ошибка? Что я первым делом делаю? Я делаю фикс для этой сети. То есть я пишу новый тест. Точнее сначала я вообще открываю, а там тестов вообще нет. Поэтому я думаю, так, вообще сети нет, давай-ка мы ее создадим. Я ее создаю, пишу в ней первый, естественно, тест, который делает 2 плюс 2. Работает, черт, не получилось. Я делаю 2 плюс 3, не работает, класс, получилось. То есть в этот момент у меня некий саксесс, когда я смог найти дырку в своей сети безопасности. Нашел дырку, успех, я создаю новый тест. Точнее я создал новый тест, увидел, что это дырка в безопасности, тест красный, отлично. Это мой саксесс номер 1. Получился саксесс номер 1 на этом этапе. И я перехожу к следующему этапу, я делаю фикс. То есть сначала я пофиксил сеть, она у меня стала красного цвета и стала говорить, здесь роняем, вот в этом месте пролетает. Но теперь она уже не пролетает, я его уже держу. Теперь сделай фикс там, где оно падает. Я тогда иду в продукт и делаю там фикс. То есть здесь я делаю тот самый TDD. ТDD сначала тест, потом код. Если в первом этапе я там декодировал, я писал сначала код много, не писал тесты, потому что это impossible, потому что это трудно, то во втором шаге, вот здесь, ну не во втором, а в этих шагах тестирования, в этих шагах багфиксинга, я делаю с точностью до, точно так, как хочет TDD. Я сначала делаю фикс в моей сети безопасности, а потом я делаю фикс в продукте. И потом закручиваю это снова сюда. Этот цикл идет дальше много раз. То есть когда я делал код first, я отработал, создал функционал некий, накидал много кода, выложил его в продакшн и запустил этот цикл багфиксинга. И в цикле багфиксинга начинает расти моя сеть. Если сначала я создал продукт, выложил его, сети практически нет, то потом эта сеть начинает расти, 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 расти. Код не так сильно увеличивается, поскольку он уже написан, а количество кодов в области юнит, в области тестирования растет. То есть сначала я применяю code first, потом я применяю test first. Вот такой у меня подход. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на практике в цифрах, как я это применяю в реальных проектах и посмотрим, действительно ли подтверждаются мои слова. Значит, я ввел, немножко такое отступление, я ввел такую метрику для своих проектов, которая называется hits of code. Я думаю, все знают, что такое lines of code, да, это строки кода. Lines of code – это метрика, которая показала себя недостаточно эффективной для оценки труда программистов. Можно считать эти строки кода, но мы все знаем, может быть, 100 строк кода, мы можем над этими 100 строками работать командой в целый месяц, и при этом их останется 100. То есть количество строк кода реально не показывает объем трудозатрат, которые мы приложили к разработке кода. А hits of code считается по-другому. Это количество изменений строк кода за единицу времени. Эту цифру можно получить из гита, из гит-статистики. То есть если у меня есть один файл, в нем, например, 100 строк кода, то у меня hits of code 100 и lines of code тоже 100. Потом я беру этот файл и меняю в нем все строчки кода, ну, меняю, делаю изменения во всех строчках кода. У меня lines of code остается 100, а hits of code у меня уже 200. Понятно, да? Потом я меняю еще 10 строчек кода, у меня hits of code 210, а lines of code остается тоже 100. То есть hits of code – это такая метрика, которая растет со скоростью изменений, вернее, с объемом, с количеством изменений вы делаете на эти строчки кода. Удаляете их, добавляете, либо сносите изменения. Если вы сделаете git log, и там будете использовать опцию, там есть в командной строке опция для показа этой статистики, вы увидите, сколько этих изменений вы сделали. Просто рассказал, что это за метрика. Она Microsoft-ом тоже была предложена до того, как вот это я предложил. Я просто не знал об этом. Она называется code churn, если я не ошибаюсь. И у меня есть вот статья на блоге, где я ее описал. Есть тулза, я создал, которая в командной строке, вы просто ее запускаете на свой гид, на любой гид-репозиторий, и она вам считает этот hits of code, дает вам эту цифру. Для чего мне нужна эта метрика? Я решил посчитать, посмотреть на свой проект, взять какой-нибудь свой проект и посмотреть, действительно ли так происходит, как я показал в этой диаграмме. Действительно ли сначала я работаю над кодом, а потом я начинаю работать над тестами. Действительно ли я вкладываю сначала больше усилий на создание блока кода, вот этого калькулятора, который справа, а потом со временем, когда растет количество багов, я начинаю увеличивать объем кода и интенсивнее писать в области второго калькулятора, который тестирующий, который тест. Понятна логика? Да, нет? То есть мне нужно просто понять, какая интенсивность, где больше идет нагрузка на кодирование, в той области репозитория, где лежат мои тесты, или в той области репозитория, где лежат мой исходный код. Я предположил, я решил посчитать процентное соотношение между… Вот у меня есть репозиторий, например, в котором я пишу о Java, неважно на чем, и в нем есть две области, два каталога, два директория. В одном лежат мои исходники, в другом лежат мои тесты. Вот я думаю, что… И дальше я хочу посчитать проценты, где сколько. То есть я хочу посчитать в процентах, где нагрузка, где идет интенсивное изменение по времени, когда идет интенсивнее изменение тестов относительно кода. Я думаю, что график должен выглядеть так. Я думаю, что сначала должно быть небольшое, то есть в основном должно быть около нуля процентов, я тесты не трогаю. Потом идет резко набор тестов, потому что появляются эти баги, они приходят, сеть дырявая, я начинаю активно эту сеть изменять, я начинаю активно ее латать. Потом, когда она становится стабильнее, эта сеть, сеть безопасности, ее так интенсивно латать уже не нужно. Она уже… Она становится так же стабильна, как и код, и мы должны выйти на какое-то плато, так я думаю. Мы должны выйти на какой-то уровень, при котором изменение в коде и в тестах будет идти на одинаковой скорости, на какой-то стабильной скорости. То есть, например, там 30% всего кодирования будет приходиться на тесты. Сначала их было ноль, мы не трогали тесты, потом юзеры начали активно ломать продукты, активно говорить мне, что твой калькулятор не считает, у него здесь переполнение, он не может делить на ноль, у него ошибки, ошибки, ошибки. Я быстро-быстро начинаю латать сеть, у меня, естественно, идет интенсивная нагрузка на область тестов, а код я, так сказать, сильно не трогаю. Там где-то исправил плюс на минус, там где-то исправил, а тесты увеличат, а потом оно стабилизируется. Так я думал, такое мое предположение. Я посчитал, сейчас вам покажу графики по нескольким проектам. Вот один. Значит, снизу проценты. Снизу проценты, справа два графика, справа, вернее, три линии, которые показывают количество в абсолютной величине. Нас интересует нижний график больше. То есть нижний график показывает именно это самое процентное соотношение тестов к нормальному, к обычному коду. И действительно так и оказалось. Действительно оказалось, что код сначала тестов 0, потом 10, 15, 20, и я вышел на 32%. То есть сначала, когда я стартовал, причем, обратите внимание, это проекту 2 года. То есть каждый вот этот вертикальный слот – это 3 месяца. То есть вот за 3, за 6 месяцев мы вышли на какую-то более-менее стабильную скорость. То есть действительно так и происходит. Сначала мы делаем code first. У нас нет тестов, у нас 0%. Мы туда ничего не вкладываем. Там тестов, может быть, 1, 2, и нет ничего там. Мы пишем, пишем код, много кода. А потом, когда продукт появляется на рынке, к нам приходят баги. И мы, естественно, реагируя на эти баги, мы начинаем делать TDD. Мы начинаем делать test-driven development. Мы тестим, потом фиксим. Мы тестим, потом фиксим. И, естественно, у нас сеть безопасности растет, увеличивается в количестве, увеличивается в объеме, в интенсивности. В какой-то момент она приходит в состояние более-менее стабильного. И теперь каждый раз, когда приходит баг, мы немножко пофиксили сеть, немножко пофиксили код. А вначале это было не так. Каждый раз, когда приходил баг, мы сильно фиксили сеть и чуть-чуть фиксили код. Ну, как в примере с калькулятором. Там был return 4. Что такое его пофиксить? Return 4 заменить на return A плюс B. Это одну строку поменять. А сколько будет стоить создать тест, который это проверяет? Значительно больше строк. Это нужно будет несколько десятков строк кода написать, чтобы такой несложный баг пофиксить. То есть там будет 10 изменений, а здесь будет одно. Потом оно стабилизируется. И, допустим, возникнет ошибка переполнения интегера. Там если ввести 65536 и прибавить к нему 65536, получится, наверное, ноль. Но это, наверное, неправильно. То есть это переполнение какое-то. И вот такой тест будет зарепродюсить, имея тест, который 2 плюс 2 складывает. Сделать еще один тест, который складывает 65 тысяч плюс 65 тысяч. Сделать его несложно. Скопировать там эти три строки. Сделать еще три строки. А вот изменить код и сделать так, чтобы это переполнение не возникало. Это будет нагрузка посерьезнее. То есть они начнут стабилизироваться. Начнется появиться какой-то баланс. Этот баланс установился на цифре 32%. У меня такая статистика. Еще один я проект взял. Тоже похоже. Сначала были какие-то флуктуации, колебания, но общая динамика такая же. От меньшего к большему по такому вот… Как это называется? Парабола, наверное. Еще один проект. Да, здесь мы остановились на 20% в итоге. У каждого проекта почему-то получается своя цифра. Что мне было интересно. Могу показать, объяснить, что такое верхние графики, если интересно. Ну, там показывается абсолютная величина этих вот hits of code по коду. Это зеленая полоса. По тестам это красная полоса. И оранжевая – это количество этих багов, которые люди репортят. Их количество справа на оранжевой линии – это количество багов, которые люди репортят. То есть, заметьте, здесь количество багов стало расти через год существования проекта. Но в этот момент сеть уже была стабильна, более-менее. Она была уже достаточно устойчивая, покрытая тестами. Она какая-то была более-менее полноценная. И поэтому она не стала, не привело это к рывку там еще одну. Мы также на цифре 20 продолжаем существовать. Проект стабильно живет. Еще одна картинка. Это тоже open-source проект. Тоже мы вышли на 20%. И тоже такая же динамика. Очень похожая. Почему цифра 20, почему 30, я точно не могу сказать. Я не знаю, как это. Наверное, зависит от проекта, от того, какая необходима сеть. Возможно, эта цифра показывает, насколько тесты необходимы. То есть вот в этом проекте на 20% мы должны интенсивно, 20% нашего contribution в репозитории должно приходиться на тест. Ну и последний проект. Хочу показать коммерческий проект, который… Не последний, предпоследний. Это коммерческий проект. В нем то же самое. 40%. Если то можно сказать, что то были open-source, вы там показываете другую статистику. Нет, я взял коммерческий проект, который закрыт, который работал на клиента, на заказчика. Там очень похожая ситуация. Сначала, видите, практически ничего не было. Ноль. Мы тесты не писали. Мы создавали-создавали продукт. Потом в итоге мы стали это выдавать на какой-то продакшен и увидели, что нам резко нужно поднять тесты. Резко нужно набрать этот объем тестирования. Последняя картинка из Java-проектов. Потом я вам покажу по .NET. Это все мои проекты. Все проекты, которые я или моя команда разработали. Вот проект последний. Мы его стартовали совсем недавно, май этого года. Сейчас. То есть это всего полгода на этой всей карте, на всей диаграмме. Та же самая картина. Мы на 40% вышли. В общем, это доказывает, на мой взгляд, эти графики доказывают, что так оно по факту и происходит. Я как бы сначала рассказал с точки зрения логики, что так должно быть. Потому что TDD в классическом варианте это impossible. Это очень сложно и тяжело, и работать не будет. А работать должно так, и вот так оно и работает. Что сделать для того, чтобы так это работало у вас? Вот мои мысли. Что бы я порекомендовал, чтобы так же точно это работало? У меня две рекомендации. Я долго думал о том, какие рекомендации дать, и в итоге только две я придумал. Как это у нас происходит? Для того, чтобы действительно эта сеть безопасности стала расти, когда будут приходить баги. Первое правило, которое мы используем, это мы не принимаем никакие pull requests. Мы в GitHub работаем. Мы не принимаем никакие changes на проект, на код. Никакие багфиксы. Если в нем, в этом багфиксе проблема не reproduced, как это называется, не повторена, что ли, не воспроизведена через тест. То есть у нас есть код-ревью. Мы на каждое изменение кода имеем код-ревью, и обязательно есть код-ревьюер, который смотрит на этот код и принимает решение, принимать его в мастер-бранч или не принимать. И вот у нас такое требование, что мы обязательно должны иметь тест, который показывает, что да, у нас в сети безопасности дефект. А потом этот дефект мы фиксим в коде. То есть всегда нужно тому, кто присылает изменения, всегда задавать ему вопрос, как ты знаешь, что действительно там была ошибка, если ты просто ее фиксишь. Ты должен сначала обратить внимание на то, что это ошибка в самой сети безопасности, в ней проблемы. Не в коде как таковом. Код не так виноват, как виновата сеть. Тот гимнаст, который крутит сальто и потом срывается и падает, ну нельзя его обвинять в этом. Если мы будем обвинять в его ошибках, он перестанет крутить сальто и перестанет быть гимнастом. Он будет бояться. Его нельзя обвинять. Нельзя программиста обвинять в багах, которые он создает. Нельзя его виноватить в том, что он написал код, в котором много ошибок. Это его работа. Он должен создавать ошибки. Виновата сеть безопасности, которая имеет дырку, через которую этот программист пролетел и упал, ударился о землю. Ну а говорите гимнасту, что ты же сорвался. Ну конечно, ты же виноват. Не гимнаста нужно фиксить в первую очередь, а сначала мы фиксим сеть безопасности. Поэтому в каждом пул реквесте, который приходит, мы обязательно требуем сначала создания юнит-теста. Присылает юнит-тест и там тест, а потом код. Мы должны видеть их вместе. В тесте человек зарепродюсил и в коде. Было бы еще лучше, если бы было два коммита там, ну в гите. То есть первым коммитом человек репродюсит баг и делает первый коммит, в котором пишет. Повторил, репродюсит. А потом приходит второй коммит, в котором написано пофиксил. И эти оба коммита складываются в бранч и приходят к нам как пул реквест. И второе правило, которое мы используем во многих наших проектах, оно не такое сильное, но оно тоже помогает. Поставить контроль на тест каверич. Я думаю, все знаете, что такое тест каверич. Это такой показатель, цифра, которая показывает, сколько кода покрыто этой сетью безопасности. То есть в каком количестве, какое количество кода наши тесты проходят, когда мы их запускаем все. Если мы все тесты запустим, то они пройдут там по 80% строк кода в нашем коде. Это будет цифра 80, это будет там line, test coverage by lines. Их там несколько цифр. Можно там test coverage по методам, test coverage по классам. Ну, допустим, самая примитивная метрика test coverage по классам, по строчкам кода. Всего у нас 50 тысяч строк кода. Из них 30 тысяч строк кода задействованы, когда мы запускаем все юнит-тесты. Все автоматизированные тесты, все интеграционные тесты, юнит-тесты, все автоматизированные тесты. Вот это и есть наше покрытие. 30 поделить на 50. Мы ставим в наш build, мы считаем эту цифру инструментами, которые существуют. На Java там есть плагины для расчета этого. На .NET наверняка тоже есть плагины для расчета. Encover есть такой tools, по-моему, так он, да? Encover используется. Да? Нет? Dotcover. Да. Encover тоже есть, да. Dotcover есть. То есть есть инструменты, которые проверяют этот coverage. Так вот, задача не просто этот coverage посчитать, эту цифру показать, а сделать так, чтобы ваш build фейлился, если этот coverage упал. То есть если coverage упал ниже цифры, например, 80, то build ваш фейлится. И таким образом, что происходит? Я, допустим, разработчик, пришел ко мне баг, мне нужно этот баг пофиксить. Я открываю репозиторий, я делаю фикс в этом баге и чего-нибудь добавляю туда, какой-то функционал или какой-то класс, какой-то метод, который не покрыт тестами. Я возвращаю этот код в репозиторий, вы запускаете build по этому изменению и видите, что у вас coverage был 81%, упал до 79%. В этот момент ваша тулза поймает эту ситуацию и отбросит эти изменения и не примет их. Тогда все программисты будут стараться держать coverage на уровне 80% и выше. Они будут стараться покрывать код тестами, потому что их будет вынуждать к этому вот эта вот система через continuous integration или через что вы это сделаете, она будет стараться удерживать эту цифру на должном уровне. А это не может не всегда заработать, потому что, может быть, у вас coverage низкий, но все равно попробуйте. Иногда у нас бывают такие ситуации, когда нам необходимо снизить этот предел. То есть у нас стоит цифра 80, а потом, например, возникает ситуация большого нового куска кода, который мы добавляем. И тогда нам нужно сбросить эту цифру, потому что идет code first и, соответственно, coverage сильно падает. Тогда мы эту цифру снижаем и ожидаем, что мы в ближайшее время вернем ее на нужный показатель. Контролируйте эту цифру. Хотя многие говорят, что эта цифра ни о чем не говорит. Я читал статьи, которые прям утверждают, что это ерунда, это как строчки кода считать, это бессмысленная метрика. Я думаю, что она не совсем бессмысленна. Если держать ее на высоком уровне, если у вас будет code coverage по строчкам 80%, у вас будет эта сеть безопасности достаточно надежная. Я завершаю. Я вам сейчас еще покажу три графика .NET проектов из open source. Я вам сейчас покажу, как у них выглядят эти графики. Это .NET проекты, которым по 10 лет каждому. И посмотрим, как у них выглядят эти картинки. Это nHibernate. По-моему, похоже. По-моему, сначала они попрыгали. Во-первых, они вышли на 10%, что не очень хорошо. То есть они в nHibernate кодирование в тесты всего лишь 10% усилий тратится на тесты, 90% на коды. Мне кажется, это маловато. Но динамика примерно такая же. Сначала они писали code first, судя по всему. Потом они попытались, наверное, какие-то тесты поделать. И потом они так вот плавно за много лет, это с 2004 года, вот они за много лет так вот выровняли свою safety.net на определенный уровень вытащили. Ну, такую я цифру получил. Еще один проект называется json.net, json.net, да. Вот у него такая картинка. Я не знаю точно, что там случилось. Вот в конце такой небольшой прыжок был до 60%. Я думаю, что это какой-то большой текстовый файл туда вложили в репозиторий, который там имел 100 тысяч строк кода для тестов, в тестовый блок. И поэтому такой… Или что-то убрали, да. Но все равно нас интересует начало. Нас интересует начало. Видите, что в начале идет именно такая динамика. Сначала люди пишут code first, потом они выходят на такой плату, в котором идет программирование test first. Еще один проект называется script.cs. На 5% почему-то они упали потом. Так они хорошо шли до 14 дошли, потом они упали, сейчас они на 5% стоят. Но начало было именно такое. В 2013 году проект начался, он начался с нуля. То есть тесты никто не писал сначала, потому что это impossible. Как я сказал, это очень тяжело. Потом, когда стали появляться баги, вот смотрите, оранжевая строчка, оранжевый график сверху. Это как им стали репортить баги. Им стали репортить баги интенсивно, они стали интенсивно набавлять тесты. То есть они стали создавать тесты в ответ на баги, в ответ на реакцию пользователя. Гимнаст начнет падать, мы начнем создавать сетку. Такая философия. Если он не падает, нет смысла эту сетку натягивать. То есть нет смысла действительно сначала натягивать большую сеть, учитывая все возможные падения, учитывая все возможные… А потом этого гимнаста туда запускать, как требует TDD по книжкам. Так работать не будет, нам трудно эту сеть создавать. Действительно у нас нет на это денег в начале проекта. Действительно мы не знаем как. Действительно это тяжело. Тяжело и нет смысла строить сеть, не имея гимнаста. Мы сначала делаем гимнаст, а потом он начинает падать, и мы под него подкладываем сеть все больше, больше, больше. В конце концов, эта сеть становится настолько надежной, что этот гимнаст может работать уже. И теперь последний проект, о котором вы должны будете мне рассказать, что здесь произошло. Я не знаю, что здесь произошло. Здесь совершенно наоборот все случилось. Вот, наверное, этот проект может быть REST SHARP. Может быть здесь был TDD классический. Да, в чистом виде. Он сначала, они написали 40% сил, они сразу стали вкладывать в тесты. Видимо, здесь был чистый TDD. Посмотрите этот проект, может быть там они действительно делали, как учит книжка. Потому что сначала было много тестов, потом они стали меньше и меньше, в итоге они сейчас уже 5%. Вот это единственный проект, который я нашел, в котором развернутая картинка. Как им это удалось? Может быть я не прав, и все, что я вам рассказывал до этого, неправда. Но вот такой вот единственный проект. Большие изменения, может быть. Но почему сразу 40% тестов? А почему сразу 40%? Ну, я не знаю. Нет, это все понятно, что дальше происходит. Что произошло первые месяцы проекта? Почему такой сильный, почему так интенсивно протестировали сразу? Никто так больше не делает. Посмотрите, у всех с нуля стартует. Все стартуют с нуля. А эти начали с 40%. А может быть взяли готовый, действительно. А может быть они закоммитили сразу много кода в тестах. Это все с гитхаба, да. А может быть, да. Переехали на гитхаб. А, может быть, да. Может быть переехали, да. Перенесли сразу много тестов, где уже их 40%. Ну, значит так, да. Может быть и так, действительно. Хотя я посмотрел проект свежий, то есть он 30-го года. Ну, вот то, что они говорят, да. Он приехал из другой области, и мы сразу получили 40%. А потом они перестали тесты писать, и, соответственно, они… Количество измененных строк, да. Да. Как интенсивно мы их меняли, да. То есть сначала они интенсивно, да. Да, они не просто переехали. Они действительно, хороший поинт, они сразу их стали менять. Они даже, если их перенесли, мы не получим большой hits of code, потому что он начнет изменяться код же все равно. А они продолжали менять тесты. Если бы они переносились с историей, я бы подтянул историю. Моя тулза бы подтянула всю историю. А здесь получилась такая обрезка. Можете поизучать, откройте этот проект, вот ссылка на него. Ну вот, в общем-то я закончил. То есть TDD работает, но работает позже. Вот такой мой поинт. То есть TDD хорошая идея, но только если она будет применена после того, как у нас уже есть код. После того, как у нас уже есть этот гимнаст, который крутится и которого нужно страховать. Я все это написал, и все эти графики есть у меня на блоге. Вот ссылка, можно почитать и посмотреть. Там несколько подробнее, чем здесь. Все, я закончил. Давайте вопросы. Да. У нас микрофон. Если я правильно понял ваши правила, то пока не найдут дефекты, не будет тестов. Скажите, а есть ли исключения в этом правиле? Я не знаю исключений. Если вы работаете с финансовыми данными, например, и считаете кредит по дням, не стоит ли написать сначала автотест? Потому что это вроде бы как-то критично. Хороший вопрос. Да, если мы работаем с критичными ситуациями, если у нас критичный проект, то у нас будет и тестирование построено по-другому. Мы не будем деплоить сразу на конечного юзера. У нас будет деплой на тестинг. У вас будет деплой на стейджинг платформу. То есть у нас, пока мы дойдем до реального юзера, будут люди, которые найдут этот баг раньше. Вот так это мы делаем. Людям довольно сложно. Людям довольно сложно искать такие баги, потому что там расчет по дням. Не проще ли поручить это машине изначально? Ну, я думаю, что мы так… Я бы не делал, опять же, development теста, если еще пока не возникла проблема. То есть вы имеете в виду, что есть ситуация, в которой мы уже видим, что проблема возможна, да? Что она… Ну, она возможна. Ее никто не нашел, но в теории-то может быть. Тогда на месте тестеров должны быть… Хорошо, если у нас критичное приложение, значит, у нас должны быть не только тестеры перед нами стоять, а и люди, которые делают код-ревью и говорят нам, слушай, здесь возможна ошибка, здесь возможна ошибка. Но сам программист, на мой взгляд, не должен при вот этом первом шаге думать о том, где потенциальные ошибки. Он кодит и выкладывает. А там ему уже скажут. Допустим, дальше идет, если у нас супер критичное банковское приложение, то у нас сначала мы написали код, потом у нас есть группа ревьюеров, которые посмотрели на него и написали нам баги, потом группа тестеров, которые потестировали, потом стейджинг-платформа, потом альфа-юзеры, потом бета-юзеры и потом только продакшн. И каждый из них нам выдаст баги. Но все они будут существовать, мы все будем фиксить под них, под них, под них, а не перед ними. Вас понял, спасибо. Спасибо за доклад, достаточно интересно. А скажите, как вы решаете такую проблему, что код уже вроде бы готов, руководство говорит, ну у тебя код-то уже готов, давай вперед, ты уже напланировался, а у тебя еще 30% времени должно уйти на тесты. А должно уйти по нашим, по оценке меня, как разработчика, или они так считают, что должно быть? Что такое должно быть? Или меня заплатили за это время, я должен его потратить? То есть что такое должно быть? Должно быть то, что есть ситуация, что продукт вроде бы готов, код-вот он, гимнаст крутится, падает иногда, бывает. И руководство говорит, не, не нужно тестов, давай мы сейчас быстренько уже переключим тебя на другой проект. Отлично, это решение руководства. Если они считают, что сырой продукт, который сейчас сырой, гимнаст, который периодически падает об пол, их устраивает, допустим, ну пускай падает, меня чего-то должно волновать как разработчика. Если они считают, что нужно повышать качество и баги, которые приходят из продакшена, необходимо фиксить, то они, может быть, они кого-то другого поставят на это. Но это бизнес будет, бизнес-необходимость, я так думаю. У меня вопрос. Спасибо большое за доклад. Вы часто упоминаете, что вначале разрабатывается продукт, потом уходит в продакшен, мы находим баги и начинаем писать тесты. Но есть такое правило, что сначала пишется тест для того, чтобы сделать код тестопригодным. То есть, например, писать его менее связанным, чтобы у него не было зависимости, чтобы была возможность использовать мог-объекты, выделять интерфейсы и так далее. То есть, как вот с этим вопросом подойти, где код вышел в продакшен, условно, там, на 500-1000 строк, и вы понимаете, что там, чтобы написать тест под него, но это очень тяжело, и нужно на один метод написать, ну, может быть, там, десятки тестов, ну, и со всеми вытекающими. Да, хороший вопрос, хороший поинт. Действительно, так все и есть. Действительно, код должен быть тестопригоден. Я думаю, что если, что то, что код не тестопригоден, это просто один из видов багов. То есть, как я сказал, мы написали код, я написал код, который… Я написал код, который вот такой, который спагетти код, который невозможно протестировать, допустим, да, который вот я написал, как я понимал, совершенно не понимая, что такое тесты. Потом я это все выкинул в продакшен. В продакшене там что-то начало падать. Потом пришел ко мне баг, например, там, не работает кнопка такая-то. И я начинаю, и у меня возникает задача на это дело протестировать, создать эту сеть безопасности. Но стоимость этой задачи будет стоить, как, наверное, написание всего предыдущего кода, например. Но это всего лишь будет характеризовать меня как программиста, как с моей стоимостью. Вот и все. Ну, значит, так. Значит, такой я программист, который вот так стоит, у которого суммарная стоимость создания продукта с учетом этих всех багов, она вот такая. А другой программист, он более дешевый, более эффективный. Может, его стоимость часа выше, но часов он тратит меньше, потому что он сразу делает так, что потом следующие баги дешевле. Это чисто вопрос денег и времени. Вот и все. Но сразу писать код, который, вот многие говорят, даже Роберт Мартин писал, что нужно писать код, как действительно, который будет подготовлен к тестам. Вот я не согласен с этим. Я думаю, что мы должны думать, мы не должны при кодировании думать о тестировании. Мы должны каждый раз при появлении бага, мы должны в этот момент думать о том, как тестировать то, что мы написали, а не наоборот. Потому что, думая о гимнасту, о том, как его будут ловить, это помешает ему писать свободно и быстро и хорошо. Конечно, безусловно, если человек сам фиксит свои баги и пишет тесты, он учится, он становится лучше. Он понимает, что на следующий проект лучше все-таки писать с интерфейсами, лучше писать так, чтобы оно было удобно для тестирования. Но это просто увеличивает качество человека в принципе. То есть гимнаст знает, что он когда падает, а сеть там с дыркой, то он бьется больно. Поэтому лучше немного по-другому. Но это его будет чисто его тренинг, но он не должен это делать осмысленно, как бы он не должен планировать себе разработку под тесты. Я думаю, здесь я бы здесь не согласен с таким мнением. Здравствуйте, у меня серия вопросов. В общем, я понял так, что в самом простом варианте я вот программисты накладил что-то, выложил себе локально или запустил консоль, и тут я так переступил и такой, теперь я пользователь, я сам себе репортю баги. В таком случае вот еще вопрос, могу ли я зарепортить себе feature request, написать на него тест или даже возможно прототип на моках как Proof of Comptor и только потом уже реализовывать и вот в таком ракурсе TDD все-таки сделать. Ну вот вы можете написать feature request, но под каждую фичу я думаю, что лучше делать, вот как я сказал, code first, под фичу. Ну просто мы живем же в большом приложении и у нас, допустим, есть front-end репозиторий, и backend репозиторий, и front-endеры могут на моках там как-нибудь себе там JSON сервер сделать и уже сделать интеграционный тест и все, и получается, что как бы тест first все-таки получится. Ну они же когда делают тесты, у них есть что тестировать? Ну в данном случае нет, потому что они сами себе моки делают. То есть они контракты продумывают, а backendеры они потом это могут сделать. Ну мне не нравится этот подход, я бы так не делал. Я бы всегда шел от кода все-таки. Сначала код, потом тесты, да. Да, две минуты у нас, потом я выхожу и иду дальше, там можно еще пообщаться. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня, собственно говоря, несколько сразу вопросов, и я не согласен со многими вашими тезисами, прямо скажу. Как минимум программист не может тестировать свой код, потому что он его писал, он знает, как он работает, и в отличие от тестировщиков, у которых мозги и которые придумывают такие кейсы, которые ты как программист в принципе не можешь придумать. Это раз. Поэтому как бы писать тесты на свой код надо обязательно. И более того, работая в кровавом интерпрайзе, на самом деле, вот прям в кровавом-провавом, цена ошибки это не то, что ты расшибся, тебе стало больно, и в следующий раз ты научился. Нет. Ты ошибся, компания понесла финансовые потери, тебя увольняют. Цена ошибки именно такая. И на десятки тысяч, сотни тысяч, и таких ошибок нельзя делать. Их надо выявлять до того, как они попадут в продакшн. Нужна многоуровневая система тестирования сразу. Это раз. Во-вторых, я не знаю, но люди, которые здесь сидят и пишут функциональные тесты, я не отрицаю, что да, очень сложно писать сначала тесты, а потом код. Но писать сначала код, а потом сразу тесты вполне реально. И я не знаю, какое количество багов, вот то есть человек посидел, написал метод, написал на него сразу тесты, какое количество правок и какое количество багов сразу по исходам тестов исправляется, не попадая в продакшн. То есть я за собой не знаю, если я исправляю, ну, много, на самом деле, на самом деле много. И это простые функциональные тесты, которые выявляют сразу же, что вот ты не подумал, ты написал тут гадость, ты исправил, вы говорите, что такую писать вообще не надо. Я, во-первых, совсем согласен, что вы сказали. Я не вижу противоречия между моим словами. Я сейчас прокомментирую сначала. Во-первых, вы сказали, что мы не должны тестировать наш собственный код, программисты не должны тестировать наш собственный код, так? Потому что мы тестеры это делают лучше, а мы это делаем хуже. Я полностью с этим согласен. Я полностью согласен с тем, что лучше будет, если нас будут тестировать другие люди. А второй момент насчет интерпрайса. Я полностью согласен, что стоимость бага очень высока, но на мой взгляд это большая ошибка перекладывать эту стоимость на плечи программиста. Программист, который знает о стоимости бага и знает о стоимости своей ошибки, это неэффективный программист. На мой взгляд это ошибка бизнеса, если они сделали так, организовали, что баги, которые программист делает, могут дешево и быстро попасть в продакши. Смотрите, опять же, права в интерпрайсе, все работают в командах. То есть там в команде есть 5 человек, 3 разработчика, тестировщик, аналитик. Соответственно, у этих 3 людей разный уровень кодирования. Кто-то может написать тестов, пригодный код без тестов. Кто-то не может вообще его написать. Кто-то может его. Очень хорошие поинты. Давайте перейдем в discussion, мы сейчас это обсудим. На сейчас все. Спасибо, ребят. Переходим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ